И снова не здравствуйте! Я, Редрам, приветствую самых стойких, кто не испугался нашего прошлого чарта на канале Атвинтаж. И сегодня я представлю вам 10 самых жутких фильмов. А после этого, впрочем, всему свое время. Начинаем! Прежде всего, не могу не упомянуть несколько комедий на тему ужастиков. Ведь рассмешить человека задачи, они чуть не менее сложные, чем напугать. И я говорю не о пяти частях очень страшного кино. Например, в первых «Охотниках за привидениями» было столько пугающих моментов, что в детстве я боялся их смотреть. Но теперь, как комедия, это один из моих любимых фильмов. Британский зомби по имени Шон. Ответ на засилие ужастиков об оживших мертвецах. Да, фильм не очень смешной, зато достаточно интересный. Другое дело, добро пожаловать в «Зомби-Лэнд». Одно из лучших комедий за последние годы. В ней хорошо абсолютно все. К тому же, там есть Билл Мюррей, играющий Билла Мюррея. И в одном из эпизодов он воспроизводит сценку из «Охотников за привидениями». На этом, с предисловием покончено, переходим к хит-параду. Десятое место. «Зеркала». Фильм довольно посредственный. Сюжет о потусторонних существах, влияющих на наш мир через отражение, вызывает вопросы. Но благодаря хорошим актерам его можно смотреть. К тому же, после него я какое-то время по ночам испытывал легкую неприязнь, проходя мимо зеркал. А что еще надо от ужастика? Девятое место. «Оно». Пожурим русских переводчиков за такой вариант названия фильма «It Follows». К произведению Стивена Кинга он отношения не имеет. В основе сюжета история девушки, которая, проведя ночь с бойфрендом, получила от него проклятие. Теперь за ней охотится некое существо, принимающее вид умерших людей. И видит его только она и все цепочки проклятия до нее. Единственный вариант от него избавиться, это передать его тем же способом кому-то еще. Но когда оно убьет последующих в цепочке, то вернется к ней. Сценарий достаточно оригинален, в нем поднимаются моральные дилеммы, но главное смотреть за медленно приближающейся угрозой, а она бегать не умеет, очень увлекательно. Но меня весь просмотр мучил вопрос. А почему герои не запрут это существо, невидимое для остальных, но подчиняющееся всем физическим законам, в какой-нибудь клетке? 8 место. Идентификация. На первый взгляд, это стандартная история о маньяке, который убивает по очереди всех постояльцев мотеля, застрявших в нем из-за ливня. И лишь под конец нам откроется правда. Что же все-таки произошло? Я, конечно, не буду спойлерить, просто скажу, что сюжет продуман что надо. К тому же смотреть за отрезанными от цивилизации людьми очень интересно, ведь актерский состав фильма выше всяких похвал. 7 место. Обитель зла. Сложно сказать, сколько денег я потратил на этот фильм. Ну, смотрите сами. Сначала я сходил на него в кинотеатр, единственный в то время в нашем городе, на 64 места, где крутили пиратские DVD. Затем купил лицензионную видеокассету. Потом левый диск. После этого лицензионную трилогию на DVD. И, наконец, ту же трилогию на Blu-ray. И кино того стоит. Это одна из лучших адаптаций видеоигр, созданная Полом Андерсоном, режиссером первого Mortal Kombat'а, Смила Йовович в главной роли. Атмосфера постоянного зла отлично передана, в том числе благодаря музыке от Мэрилина Мэнсона. Я не люблю его песни, однако кинокомпозитор из него отличный. Что же касается четырех сиквелов и готовится пятый, то они очень на любителя. Первая же часть – идеальный ужастик. 6 место. 14.08. Фильм по мотивам книги Стивена Кинга с Джоном Кьюсаком в главной роли. По сути, это кино одного актера, и нам очень повезло. Ведь будь на месте Кьюсака кто-то другой, смотреть было бы скучно. А так мы на протяжении всей ленты наблюдаем за злоключениями его героя в одном номере отеля, который он не может покинуть. Что происходит на самом деле? Что реально, а что игры зловещей комнаты? В этом всем хочется разбираться, а оторваться от просмотра невозможно. 5 место. Лангалиеры. Еще один фильм по произведениям Стивена Кинга создан изначально для ТВ, но во время просмотра этого совсем не ощущаешь. Актеры классные, сюжета попавшим в параллельный мир самолете захватывает, атмосфера гнетущая. Разве что к спецэффектам есть претензии. Но само кино очень интересное. 4 место. Лестница Якова. Этот фильм малоизвестен, но он получил культовый статус и стал одним из источников вдохновения для серии Silent Hill. Главный герой, Джейкоб, вернулся с Вьетнамской войны и теперь начинает испытывать галлюцинации, которые все усиливаются. И становится непонятно, что на самом деле реально. А концовка и вовсе ставит все с ног на голову. И это все в 90-м году. До этого ужастиками считались фильмы про Дракулу, Фредди Крюгера и прочие пятницы 13-е. А режиссер Лестницы Якова доказал, что и не из слэшера можно сделать страшное кино. 3 место. Пункт назначения 2. Первый Final Destination был в свое время очень необычным фильмом, поставив вопрос, можно ли обмануть смерть и не вернется ли она. А вторая часть развела все положительные качества оригинала, добавив зрелищности и еще более запутав сюжет. Очень интересно наблюдать за тем, как смерть подкрадывается к своим жертвам, разгадывать знаки и наслаждаться классными спецэффектами и убедительной актерской игрой. Очень жаль, что третья, четвертая и пятая части не развили сюжет, а стали по сути ремейками первой части. 2 место. Факультет. Безусловно, данный фильм мог бы возглавить наш чарт, если бы не один факт. Он не страшный, зато он интересный, благодаря сюжету о захвате инопланетными паразитами обычной американской школы, музыке и актерам. Это отличный Тин Муи, которому я не могу предъявить ни одной претензии. Один из моих любимых фильмов вообще и триллеров в частности. 1 место. Звонок. Я выбрал американскую версию Кольца, все-таки именно так правильно переводить The Ring, поскольку именно она самая страшная. Такой тягучей атмосферы не удалось создать ни в сиквеле, хоть он и остался довольно страшным, зато сценарий стал глупым. Ни в японском оригинале, который может быть и более подробно раскрывает детали сюжета, но хоррованности в нем меньше. Ни в его продолжениях, скатившихся в трэш, ни тем более в корейской версии. Пугающие спецэффекты и саспенс, вот главные козыри американского ремейка. А сейчас, как я и обещал, бонус материалы. Для начала я назову лучший российский ужастик. Это фильм «Одиночество крови» Романа Прыгунова. На момент выхода он мог похвастаться отличным кастингом. Сейчас же Куцымка и Дабкунайты изрядно намозолили всем глаза. Необычными спецэффектами все снято очень красиво и стерильно. И запутанному сюжету. Но главное, все это находилось на втором плане. На первом были детали. Такой редкий подход для отечественного кинематографа позволил создать новаторский и необычный фильм. Другое дело, что сейчас его смотреть уже не так интересно. Возраст не пошел ему на пользу. Что же касается самого страшного сериала, то это, безусловно, «Твин Пикс». Мы, российские зрители, были им избалованы. У нас он появился одним из первых, и с тех пор я ждал второй такой фильм. Не дождался. Я же тогда не знал, что «Твин Пикс» очень необычный по американским меркам сериал, и второго такого быть не может. Да, мы увидели неплохие «Охотники за сновидениями», «Королевский госпиталь» и недавний «Stranger Things». Они пытались, это видно, но в них отсутствовал главный секрет успеха – гениальный сценарист и режиссер. Одна надежда на третий сезон «Твин Пикса», который выйдет, скорее всего, в 2017 году. Но что-то мне слабо верится, учитывая, что Дэвид Линч снимал в 90-е и в 2000-е. Если говорить об ужастиках в виде книг, то произведение Стивена Кинга здесь вне конкуренции. Мой любимый его рассказ «Туман» также один из источников вдохновения для Сайленд Хилла. Он обладает потрясающей атмосферой, в отличие от фильма «Мгла». Однако гораздо страшнее мне было читать «Сияние». Мне повезло ознакомиться сначала с книгой, а уже потом с фильмом Стэнли Кубрика, и я могу сказать, что последний мне не понравился. Я принадлежу к числу тех единиц, кто считает, что Джек Николсон в главной роли – это ошибка кастинга. На мой взгляд, он ужасно переигрывает, поэтому фильма не попал в мой чарт, а вот книга заслужила свое лидерство. Но если вы хотите увидеть страшный музыкальный клип, обратите внимание на творчество Тома Уэйтса, в частности на What's He Building. Найдите его прямо сейчас, ведь наша программа подошла к концу. С вами был Redram. Увидимся ли мы вновь? Кто знает. Может быть, через год, если доживете.